10 лет прослужил Михаил Балакин в 4-й роте 2-го полка ДПС Южный, который контролирует движение на Щелковском и Фриановском шоссе и северо-восточном участке Малого Московского кольца. А всего работе в госавтоинспекции он отдал больше 20 лет. Начинал в Тульской области, потом переехал в Подмосковье, жил с семьей в Щелкове, дочери сейчас 16 лет. Сослуживцы говорят о нем как о профессионале и добром, внимательном человеке. Конечно, очень трудно об этом говорить, такие часы слезы наворачиваются. Но это был человек, который всегда стремился к службе, который всегда в чем-то помогал, всегда был отзывчивым. Никаких нареканий на него не было. Днем 17 августа два молодых уроженца Чечни напали с топорами на пост ДПС на Щелковском шоссе в районе Блашихи. 44-летний капитан Михаил Балакин и 32-летний лейтенант Николай Дросс были тяжело ранены. Третий инспектор, лейтенант Валерий Панков, выстрелом из стабильного пистолета убил одного из нападавших и ранил второго, который смог убежать. Прибывшие на подмогу полицейские нашли бандита в ближайшем лесу. Он оказал сопротивление и его также застрелили. Спустя почти две недели Михаил Балакин, который принял на себя первый удар нападавших, умер в реанимационном отделении больницы имени Склифосовского. Героические поступки, я считаю. Кто знает, что там могло бы, если бы он не принял на себя этот удар, как и дальше развивались события. Он защищал правопорядок на дороге, он защищал жизнь и здоровье наших граждан. Сегодня мы провожаем его последний путь, и сквозь земля ему будет пухом, царствуем небесное. Он всегда будет в нашей душе, в нашей памяти и в нашем списке сотрудников. Проститься с Михаилом Балакином в Щелковский культурный комплекс пришли не только сотрудники ДПС из многих районов Подмосковья, но и жители нашего района, всего больше трехсот человек. Очень тяжело, когда уходят люди полные сил, высокопрофессиональные. И тяжело, когда они угибают практически на боевом посту. Мы благодарны сотрудникам нашего ДПС, ГИБДД и вообще сотрудникам внутренних дел за то, что они сохраняют спокойствие и мир наших граждан, порой ценой своей жизни. Я думаю, что вот этот поступок, когда он неожиданно принял удар на себя, тем самым предотвратив большие жертвы, он принял удар на себя. Соответственно, преступников убили, вы знаете. Задача выполнена. Ценой жизни человека, но задача выполнена. Поэтому вечной памяти, низкий поклон, пусть земля ему будет пухом. И сделаем все возможное от администрации, чтобы земля не была забыта. После отпевания в главном храме Щелковского благочиния, Троицком соборе, Михаила Балакина похоронили на Ново-Фрязинском кладбище.